Мы участники митинга 12 декабря 2015 года считаем недопустимой ситуацией, сложившейся на текущий момент в области соблюдения прав женщин на защиту от насилия. Мы считаем неприемлемым вынесение необоснованно мягких приговоров лицам, виновным в насильственных преступлениях в отношении женщин. Мы полагаем также, что ситуация с профилактикой домашнего насилия и помощью пострадавшим нуждается в существенной коррекции. На основании вышеизложенного мы требуем справедливого суда над лицами, совершившими преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности женщин вне зависимости от социального статуса виновного. То есть, чтобы не было такого, что более высокопоставленный и более высокостатусный, допустим, мужчина мог бы отделываться, там, не знаю, каким-то условным сроком или необоснованным мягким приговором за совершенное преступление. Также мы требуем внестения в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс нормы, отягчающей ответственность за совершение насильственных действий в отношении женщин, в случае, если виновный на момент совершения преступления или ранее являлся сотрудником силовых структур или состоял на государственной гражданской службе. Я хотела бы немножко пояснить по данному требованию. Дело в том, что силовые структуры – это спецподготовка. То есть, это фактически как владение оружием. Плюс, если это была гражданская служба или даже если были силовые структуры, это дополнительно связи у виновного, которые могут позволить ему избежать ответственности. Так как виновный в данном случае имеет какие-то приоритетные моменты в ситуации с женщиной, то, соответственно, и наказание должен нести более тяжелое, чем такой виновный, который подобного рода привилегий не имеет. Далее. Внесение в УК и УПК нормы, запрещающие вынесение условных приговоров в случае насильственных действий сексуального характера. В данном случае у нас действительно неоднократно бывали случаи, когда лицо, совершившее насильственное действие сексуального характера или даже изнасилование, отделалось условным сроком. В данном случае это преступление принадлежит к категории тяжких и, соответственно, подобного рода вещей быть тоже не должно. Далее. Скорейшее принятие закона о домашнем насилии. У нас уже не первый год, я боюсь ошибиться, но где-то уже лет 15, как этот закон пытаются нести в Госдуму на рассмотрение, но каждый раз он зарубается. Причем другие законы, ну мы все знаем какие, они у нас принимаются в течение двух недель или нескольких дней. А закон, который позволит каким-то образом оградить женщин в ситуации домашнего насилия, он не принимается. Далее. Расвитие государственной сети убежищ. Вот вы знаете, например, что у нас, допустим, по Петербургу существует только один шелтер, по-моему, где-то в южных районах Петербурга, соответственно, где женщина может как-то укрыться от своего мужа или партнера, получить какое-то временное жилье. Вы сами понимаете, насколько сложно женщине в такой ситуации получить убежище. Соответственно, на наш город, ну я даже боюсь предполагать, потому что это должны говорить специалисты, но должно быть не менее десятка, мне кажется, подобного рода убежищ. При этом это в нашем городе, это в Петербурге. Что творится в регионах, вы сами понимаете, там убежишь, просто нет. То есть эта сеть должна быть в каждом городе, в каждом регионе в количестве необходимом для жертв. Также введение государственных программ психологической, юридической, социальной помощи женщин в ситуации насилия во всех регионах РФ. В данном случае это должна быть не только работа с психологами, потому что мы все часто встречаемся с такой ситуацией. По крайней мере, вот когда я проходила курсы кризиса в центре, нам там рассказывали, что в принципе телефон доверия у нас, это наш стандартный, он рассчитан на сохранение семьи любой ценой. То есть женщина там идет жалуется на ситуацию насилия, а ей говорят, что типа, ну, потом потерпите, ну, может быть, вы сами его провоцируете. В принципе, женщина не получает наслежащей помощи. Это недопустимо. То есть должна быть проведена работа с психологами на телефонах доверия, должна быть проведена работа с соцслужбами, должны быть выделены деньги, должна быть проведена работа с силовыми структурами, да, которые должны понимать, каким образом, по какой инструкции, по какой процедуре оказывать помощь женщине, оказавшись в ситуации насилия. Ведь, в принципе, не всегда, например, то, что тот же участковый не может помочь, это связано с тем, что с каким-то его личным качеством. Бывают такие случаи, когда он просто не знает, а как действует в такой ситуации. То есть нет алгоритма. Алгоритм должен быть в данном случае. Вот, в принципе, это наши минимальные требования. Тут вот это высказывали некоторые сомнения к выдвижению требований к государству в данном случае. Ну, как мне кажется, что, конечно, мы все настроены на коренной перелом системы, но хотя бы если это будет принято, ну хотя бы это, вот, то будет спасено до этого счастливого момента хотя бы какое-то количество жизней, что немало. Вот, пожалуй, ну что, ребят, мне кажется, у нас тут все уже разошлись. Вот, и так что, соответственно, давайте мероприятие являем закрытым. Спасибо.